Сегодня украинские клубы проведут матчи 1-16 финала футбольной лиги Европы. Донецкий шахтер на своем поле будет принимать чешскую викторию. Днепр поехал в Лондон на ответный матч с Тоттенхэмом, а одесский черноморец будет гостить у французского Леона. Сверхсложная задача у Динамо. Киевлянам нужно обыгрывать Валенцию в Испании. Наш корреспондент Дмитрий Евчин рассказывает о настроении украинской команды перед игрой. Нельзя сказать, что в Валенции переживают футбольный бум. Но, конечно же, определенный интерес к матчу есть. Люди приходят к кассам, интересуются и покупают билеты. Цены колеблятся от 10 до 35 евро. В Европе команда Валенсия – это известный бренд. Чтобы посмотреть поединки местного клуба, приезжают из соседних стран. Вот парни из Франции сегодня точно будут на стадионе. Я надеюсь 2-1 в пользу Валенсии. Извините. Нет-нет, не думаю, что все так безнадежно для Динамо. В футболе все возможно. Но все-таки на данный момент Валенсия сильнее. Думаю, она победит. Но на стадионе Месталья динамовцев ждет поддержка. Только официально украинцев в Испании более 60 тысяч. Иван из Черкасс здесь уже 12 лет. Но болеть будет только за Динамо. Мне нравится очень Динамо Киев. Это как бы я здесь живу уже определенное время. И всегда на матчи украинских команд мы приходим смотреть и болеем за наших. Но как бы Динамо Киев и Валенсия – это как бы два дома. Один – это Киев, а второй – это Валенсия. Поэтому сегодня будет интересный матч. Фанаты Валенсии начали собираться у стадиона к обеду. Увидев украинских журналистов, подошли пообщаться первыми. Через минуту развернули огромный баннер. Вот так почтили память погибших в центре Киева. О том, что на время противостояния украинские фанаты объединились и стали на сторону Майдана, в Испании хорошо знают. Очень хотят, чтобы их акцию увидели болельщики Динамо. Сами динамовцы прилетели в Испанию с Кипра. Там команда Олега Блохина провела свой домашний матч против Валенсии. Ведь в последний момент УИФА запретила играть в Киеве, мол, опасно в Украине. В результате без поддержки зрителей динамовцы уступили 0-2. Надо играть более агрессивный футбол, а не тот футбол, который мы играли на Кипре. Теперь, чтобы войти в следующий этап Лиги Европы, Динамо должно забить испанцам трижды. И при этом собственные ворота желательно сохранить на замке. 2-0 счет, проиграли, но будем пороться биться до конца и сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков наших. Накануне вице-капитана киевлян Олега Гусева оскорбили журналисты. В сети на одном из сайтов появилось интервью, которого он не давал. Человек просто взял, придумал и выпустил информацию в интернет. Потом вы обижаетесь. Испанские журналисты спросили о политической ситуации в Украине, но ответа не получили. Мы приехали сюда в футбол играть, а не обсуждать политику. Как Динамо будет играть в футбол, станет понятно уже сегодня. Дмитрий Евчин, Сергей Коваль, подробности телеканал Интер Испания.